Я хотел бы, чтобы ты проконсультировал меня и напомнил одну вещь и тем более, что спрашивают часто. Конечно, я читал то, что ты писал, все это я представляю, понимаю, но вот когда это уже подходит, когда люди спрашивают конкретно и вот у них остается какое-то вот опасение, да, и они хотят это вот, у них может быть это последнее опасение. Значит, речь идет о температурах, нормально? Значит, низких температурах, все-таки Европа не Африка, значит, зимой температура. Коротко нельзя ответить, потому что я здесь скажу, что не порвется, не поверят, надо же объяснить. Да, так там порваться конструкция может и струна по двум причинам. Во-первых, не те марки стали, есть марки стали, которые не держат низкую температуру. Естественно, мы эти стали не используем. Мы вот для струны обычно где-то стали 65-80, которая низкоуглеродистая и она не хрупкая на морозе. Она держит до 60-70 градусов. Минус? Минус. Держит без охрупчивания, так? Прекрас. Поэтому, по этой причине конструкция не порвется, в том числе, потому что она не станет хрупкой. Ну да. Есть вторая причина. Поскольку у нас конструкция не разрезная, она не меняет свою длину, она ничего не сокращается при низкой температуре. Наоборот, низкая температура. Материал, как бы, начинает сжиматься, но анкер на поре его держит. И поэтому длина неизменна. И в материале начинает расти напряжение, растяжение. Да, совершенно верно. Так это опять же сопромат, цифры-то известны. Это тебе известно. А я знаю качественную картину. А мне говорят, нет, а ты докажи. Нет, так цифры-то известны. Я же цифрами буду как бы известными оперировать. Так известно, что если мы умножим модуль упругости стали на коэффициент линейного расширения, то получим величину, которая будет характеризовать, насколько изменится напряжение при изменении температуры на 1 градус. Поэтому при изменении температуры на 1 градус, ну при падении температуры напряжение в стальной конструкции, которая заневолена по концам, изменится на 25 кг на квадрат в сантиметр. Поэтому если перепад температур будет 100 градусов, допустим, от плюс 50 до минус 50, 100 градусов, то изменение напряжения будет в конструкции неразрезной, заневоленной по концам, из-за температуры 2500 кг на квадрат в сантиметр. При перепаде температур 100 градусов, да, это не маленький перепад температур. Поэтому если бы мы использовали слабые стали, типа стали 3, с которой гвозди делают, то, естественно, она проволаза. Но для струны мы используем сталь, где прочность на разрыв не ниже 18 тысяч кг на квадрат в сантиметр. Это та же высокопрочная проволока арматурная, это те же арматурные канаты. А есть и 20 тысяч килограмм на квадрат в сантиметр, и 24 тысячи, вот у нас вот образцы проволоки, там прочность 24 тысячи килограмм на квадрат в сантиметр. Поэтому будет в конструкции преднапряжение, допустим, 8 тысяч килограмм на квадрат в сантиметр. То есть это мы напрягли при максимальной температуре, допустим, плюс 50. Потом температура даст 2500, складываем, 10500. Потом нагрузка даст до 1000 килограмм на квадрат в сантиметр. У нас такая конструкция уникальная, что нагружение мало влияет на напряженное состояние. До 1000. Та же берем максимальную цифру 1000 килограмм на квадрат в сантиметр. Складываем, получается, это 11500 килограмм на квадрат в сантиметр. Потом ветровая нагрузка. Тоже на не больше 1000 даст. И вот где-то 12500 килограмм на квадрат в сантиметр. Это те напряжения, которые допустимы в арматуре, вот высокопрочном, в висячих и ванных мостах. То есть это то напряженное состояние, которое допустимо нормативами. И у нас есть запас прочности еще 5-6 тысяч килограмм на квадрат в сантиметр. Это достаточно большой запас прочности. Почему? Потому что у арматуры обычной прочность 3000 килограмм на квадрат в сантиметр. А у высокопрочной арматуры 5000 килограмм на квадрат в сантиметр. Прочность. А здесь запас прочности. Поэтому конструкция не разрушится при низкой температуре. Вот это очень-очень ценно. Спасибо тебе. Е-богу. Я, можно сказать, за этим даже и приехал. Уй. 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 Уй.